Если лето – это сезон отпусков, путешествий и разного рода активностей, то осень – пора мечтаний и преображений, творчества и созидания. А еще – хорошее время для осуществления давних желаний. Сегодня в программе такой большой малый бизнес о тех, кто решился и шагнул, и тех, кто может помочь овладеть навыками плавания в бурном море под названием «Свое дело». Гуру бизнеса учат разным техникам, приемам и стратегиям ведения своего дела, но все они солидарны в вопросе важности изначальной идеи. Что вы будете делать, для кого и чем вы сможете удивить искушенного клиента? Об этом нужно думать в первую очередь. Иногда идея может валяться в буквальном смысле – под ногами. Подтверждение тому – история сыктывкарского предпринимателя Анатолия Рубаника. Он превратил отходы в доходы. В последнее время все более популярным становится производство различных изделий с использованием вторичного сырья. И сейчас мы вас познакомим с компанией, которая работает в этом направлении. Здесь производят полимерно-песчаную плитку. Теперь подробнее познакомимся с ее производством. Анатолий, здравствуйте. Сколько лет вашей компании? Производство открыли 2,5 года назад. Скажите, с чего началась идея? Как вам пришла в голову идея заняться бизнесом и именно переработкой вторсырье? Ну, я думаю, эта тема очень актуальна. Все производства у нас перерабатывают, но после них остается что-то. Мы стараемся перерабатывать что-то, чтобы после нас не оставалось ничего. С чего начинали свой бизнес? Это был какой-то уже готовый бизнес-проект? Кто вам помогал на начальном этапе? Была ли, может быть, какая-то грантовая поддержка? Начал. Конечно, первые мысли возникли самостоятельно пойти, наверное, и научиться. Потому что до этого был опыт. Хотелось просто стать лучше, приобрести какие-то новые знания. Решил идти обучиться, пройти бизнес-инкубатор города Сыктывкара. Да, написал проект, получил грант, привлек дополнительные инвестиции. И вот открыл производство, потихонечку работаем. Здесь идет сортировка. Сортируется сырье по цвету, по качеству, потому что полиэтилен бывает разного сорта. И вот можно изучить. Дальнейшая идет у нас переработка этого полиэтилена, сваривание его, агломерирование. И подготовка. Здесь мы видим агломерат. Это сырье подготавливается под серые, под черные изделия. Тут также агломерат уже под цветные наши изделия. То есть это под бордовый, под шоколадный, под серый в том числе. Анатолий, скажите, пожалуйста, как называется этот прибор? Это агломератор АПР отечественного производства. Средняя производительность порядка 120 кг в час. Это средний станок. Что там происходит? Просто измельчение, да? Здесь происходит измельчение, сваривание полимера. В дальнейшем добавлением шоковой воды и его измельчение. После подготовки смеси мы переходим к следующему этапу. Вот мы сейчас стоим у такого интересного агрегата. Анатолий, как он называется и что здесь будет происходить? Это экструдер. Здесь мы нашу подготовленную смесь засыпаем для проплавления. На выходе тестообразная масса, которая в дальнейшем идет в пресс для формирования и охлаждения изделия. Анатолий, ну вот мы с вами стоим. Мы можем сказать, что на складе готовой продукции, да? Здесь плитка доходит, так сказать, до нужной кондиции. Я смотрю, что у вас такое разнообразие изделий в цветовой гамме. Расскажите, пожалуйста, немножко. Да, вот здесь представлены некоторые из наших изделий. Это, значит, плитка полимер-песчаная модерн бордо, модерн серая, паркет бордо. Ну, это наши эксперименты уже, модерн как бы синий, плитка без рисунка. А вот это что, это черепица? Это, да, это наша черепица, тоже это новое изделие. Изделие очень крепкое, очень долговечное. Специально изготовлено для стропильной конструкции, для кровельной конструкции, то есть крепления и под саморезы. Так, и там дальше я смотрю бордюрчик. Да, здесь у нас бордюрчик, значит, тротуарный. Ну, это для малых уже, из малых объектов. Ну, и вот мы видим здесь, друзья, посмотрите, вот это большой бордюр такой. Да, это наш титан. Это бордюр дорожный, изделие очень долговечное, очень крепкое. Самое главное качество продукции, вот такой, полимер-песчаный? Данная продукция, она намного крепче, она намного долговечнее, она абсолютно не боится морозов. Как вот наша распространенная проблема Республики Коми, это перепады температурные, минусы. То есть ей они не страшны? Ей они абсолютно не страшны, так как в составе полимер и песок, которые оба не боятся влаги, не берут ее в себя. А сейчас мы проверим плитку на прочность и сделает это сам Анатолий. Анатолий, что мы должны увидеть? Мы должны увидеть то, что этой плитке по плечу любые нагрузки. Прошу. Перспективы развития этой технологии, как оцениваете? Перспективы очень обширные, можно изготавливать всевозможные изделия. То, что представлено из нас, у нас это только малая часть. Можно затронуть сферы и газовые, и нефтяные в том числе, то есть можно использовать это там. Анатолий, ну что ж, мы желаем развития вашему бизнесу и чтобы вы были примером для других начинающих бизнесменов. Спасибо. Всего хорошего. Трансформировать идею в растущее и перспективное производство Анатолию помогли упорство, верный анализ рынка и уроки в школе предпринимателей бизнес-инкубатора. Сейчас бизнес-инкубатор стал частью большого многофункционального республиканского центра поддержки предпринимательства Шонды. На одной площадке в самом центре столицы объединены гарантийный фонд, микрокредитная компания, центр инноваций социальной сферы и множество других нужных локаций. Все для удобства предпринимателей, развития их дела и обмена опытом не только с бизнесменами нашей республики, но и всей страны. И прямо сейчас виртуальная экскурсия по центру с теплым и ярким названием Шонды. Солнце. Когда-нибудь вы мечтали о том, чтобы открыть свой бизнес? Нет. Нет. Почему? Нет времени. Нет. Не мечталась, и я не предприниматель. Нет. Почему? Не знаю, у меня работа есть постоянно. Нет. Почему? Не знаю, я работаю по найму госслужбе в государственном учреждении. Неужели не хочется быть самому себе начальником, зарабатывать много денег? Пока нет. У меня уже возраст такой, что уже отработала свое. А в молодости не мечталась? В молодости, может быть, тогда возможностей просто не было. Вам когда-нибудь приходила мысль работать? Приходила, приходила мысль. Очень хочется свое дело лишь потому, что впереди, может быть, пенсия, на которой хочется заработать, само себя обеспечивать и, главное, вдохновляющее этим заниматься. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь мечтали открыть свой бизнес? Да, хотелось бы. И давно об этом мечтаете? Ну, почти с самого детства. А что вас останавливает? Большая возня с документами, много законов, ничего пока не знаю. А если я вам докажу, что это все не так сложно, как вы себе представляете? Хотелось бы. Ну, тогда жду вас завтра в полдень около Дома Дружбы Народов. Придете? Да, конечно. Здравствуйте, я рада вас видеть. Давайте познакомимся. Меня зовут Евгения Розова, я ведущая программы «Такой большой малый бизнес». Как зовут вас? Меня зовут Андрей Доронин. Андрей, вчера вы сказали о том, что мечтаете открыть свой бизнес. А в какой сфере вы все это видите? Я бы хотел в сфере IT. Почему? Потому что это современное? Да. Понятно. Ну, сейчас я предлагаю нам пройти Центр поддержки предпринимательства «Шонда». Он находится здесь. И вам там расскажут все, покажут, помогут с оформлением документов и, главное, сделают это все бесплатно. Отлично. Пройдите. Пройдите. Андрей, рада вам представить Инну Геннадьевну Палькевичу. Она руководитель Центра поддержки предпринимательства «Шонды», в котором мы сейчас находимся. Инна Геннадьевна, возможно, скоро в стане молодых предпринимателей будет пополнение. Андрей мечтает открыть свое дело, но не знает, с чего начать. Ну, как раз вот он пришел по адресу. Центр поддержки предпринимательства «Шонды» как раз является единым окном входа для всех предпринимателей и для лиц, желающих открыть свое дело. Так как в центре у нас расположена вся инфраструктура развития. Инна Геннадьевна, тогда оставляю вас двоих. С чего начнете? Ну, мы сейчас с Андреем. Первое, что сделаем, мы пройдем в МФЦ для бизнеса. Так, вот здесь ты выбираешь функцию консультация. Получить талон. Берешь талон. Возьми талон. И проходишь вот к специалисту. Вот, Андрей, присаживайся. Здесь консультант Наталья. Она тебя проконсультирует об услуге Центра «Шонды». Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел стать предпринимателем. Что мне для этого нужно? Сначала нужно определиться, какая у вас будет форма. Либо вы будете ЭКВЭД, либо у вас будет организация. Сколько у вас будет учредителей. Нужно будет подобрать ЭКВЭДы. Вы уже точно знаете, чем вы будете заниматься? Или у вас очень много направлений? Нет, я пока не знаю. Тогда вам нужно обратиться в Центр поддержки предпринимательства «Шонды» и пройти учебу. Вам объяснят, расскажут, помогут составить проект, который в дальнейшем поможет вам в осуществлении вашей мечты. Хорошо. Если у меня уже есть идея, и я бы хотел сейчас уже зарегистрироваться. Хорошо. Для этого понадобится ваш паспорт. Вам надо будет обратиться к нотариусу. Он должен будет его заверить. Вы должны будете оплатить госпошлину. Если организационная форма у вас будет индивидуального предпринимателя, тогда госпошлина 600 рублей. Если вы хотите открыть общество с ограниченной ответственностью, это будет стоить 4000 рублей. Я вам дам реквизиты, вы пойдете в банк, приоплатите. Потом подойдете к нам, и все остальное мы сделаем для вас. А как быстро это все делается? В течение пяти рабочих дней документы мы вам уже выдадим. И больше никуда идти не надо? Нет, больше никуда идти не надо. Все здесь. Андрей, мы с тобой были в ФЦБ для бизнеса. Там, в принципе, тебе рассказали, да, если как зарегистрироваться предпринимателем, когда ты еще не прошел обучение. И все-таки я тебе рекомендую, как начинающим предпринимателям, пройти курс обучения. Вот здесь у нас как бы менеджер Лидия, которая может тебя записать на программу, которую ты можешь как раз пройти, основу предпринимательской деятельности. Лида, скажи, какие у нас программы есть? Скажите, пожалуйста, Андрей, вы на данный момент действующий предприниматель или же хотите открыть свое дело? Я бы хотел открыть свое дело. Хорошо, если вы хотите открыть свое дело, то в таком случае у нас проводятся такие бесплатные обучающие программы. Это первое – основа предпринимательской деятельности, и второе – это менеджмент в малом и среднем бизнесе. Поэтому я могу вас записать, если вы готовы. Давайте запишите. Хорошо, в таком случае тогда я вас запишу на курсы. Оставьте, пожалуйста, свои фамилии, имя, отчество, номер, телефончик и электронную почту. Ты сейчас записался на обучение, но так или иначе я должна тебе показать наш центр, чтобы ты уже имел информацию о нашем центре. Хорошо. Здесь у нас находится аудитория, в которой у нас проводятся все обучающие мероприятия. Органы власти приходят, здесь информируют по разным видам своих услуг. Ну и спикеры здесь выступают, те, которых мы приглашаем уже из-за пределов региона. Андрей, сейчас мы с тобой зайдем в центр поддержки предпринимательства, как раз учебно-деловой центр. Пройдем в центр, который у нас занимается как раз обучением, консультированием и информированием граждан. Здесь вот менеджер Екатерина, который как раз занимается консультационной и информационной поддержкой. Также у нас ведет сайт и группу ВКонтакте. Поэтому я тебе предлагаю вступить в нашу группу для того, чтобы как раз получать оперативную всю информацию, которую вообще как бы центр распространяет среди предпринимателей. Вот здесь у нас Лена Леонидовна, которая занимается как раз уже действующими предпринимателями. Когда ты вот зарегистрируешься в МФЦБ для бизнеса, вот как раз уже Лена Леонидовна с тобой будет заниматься, так как у нас очень много видов программ, которые вот для действующих предпринимателей – это пожарный минимум для руководителей и так далее. Когда уже мы ведем не только обучение по программам, а уже посредством мастер-классов наполняем, да, именно те направления, которые ты считаешь, что они у тебя, ну, как бы не особо развиты. Андрей, еще хотела тебе вот как бы показать, что у нас существует общественная приемная, полномоченная по защите прав предпринимателей Республики Коми. Если ты станешь предпринимателем и по отношению к тебе какие-то будешь чувствовать административные барьеры или кто-то что-то тебе как бы не помогает и не дает, да, особенно вот тогда ты можешь обратиться к нам с обращением, и мы его рассмотрим, тебе будет предоставлена юридическая помощь. Андрей, я еще хотела тебе сказать, что здесь в центре есть у нас информационно-маркетинговый центр для предпринимателей, вот это место, да, здесь установлена программа «Консультант плюс» для предпринимателей, собрана такая база, которая и региональная, и федеральная, да, формы документов подобраны специально для предпринимателей, поэтому когда ты будешь предпринимателем, ты можешь в любое время работы центра приходить, и здесь самостоятельно искать, выбирать какие-то формы документов, нормативно правовые акты скачивать, поэтому как бы приходи. Андрей, вот здесь располагается гарантийный фонд Республики Коми, как раз вот когда ты станешь предпринимателем, так или иначе возникнет вопрос, где взять деньги, вот как раз первое, что тебе надо обратить внимание, это на гарантийный фонд. Я представляю генерального директора гарантийного фонда Республики Коми Максима Витальевича Родчева, он как раз сейчас может тебя проконсультировать, а то и финансовой поддержки, которую он оказывает. Смотрите, гарантийный фонд помогает предпринимателям получить финансирование в банке, в банке-партнёра гарантийного фонда, с кем заключены соглашения сотрудничества, да, финансирование как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Как это работает? Вы обращаетесь в банк непосредственно за кредитом, соответственно, банк рассматривает нашу кредитную заявку, заявку на кредит, да, оценивает, делает анализ, и в случае недостаточности обеспечения по залогу, именно по кредиту, да, он вам предлагает воспользоваться поручительством гарантийного фонда. Соответственно, гарантийный фонд, рассматривая уже заявку банка, да, параллельно вашу заявку, рассматривает, представляет ли вам поручительство по данному кредиту. Соответственно, максимальное ограничение по поручительству, это не более 70%, то есть 30% не менее обеспечиваете вы собственным залогом по кредитным обязательствам, не более 70% остаток, да, то, что не обеспечивается, обеспечивается гарантийным фондом. Все. Такие краткие условия и понимание той поддержки, которым мы занимаемся. Андрей, вот здесь располагается микрокредитная компания Республики Коми. Вот действующим предпринимателям они выдают микрозаймы от 50 до 3 миллионов рублей. Я вот тебе предлагаю пообщаться с менеджером Евгении, и она более подробно тебе расскажет об услугах микрокредитной организации. Я начинающий предприниматель. Что вы можете предложить мне? Займы для начинающих предпринимателей обычно у нас до 300 тысяч рублей выставляются под поручительство физического либо юридического лица. Как правило, предприниматели, которые только начинают свою деятельность, они еще не имеют ни залоговой базы, ни, ни, ни финансовых средств. Это самый оптимальный вариант для предпринимателя. Соответственно, и для старта не очень большая сумма, но риски минимальны. Мы выдаем займы на различные цели. Предприниматели берут у нас займы на оборотные средства, на основные средства, на приобретение основных средств, вложение в основные средства. Займы мы предоставляем на срок от 3 месяцев до 3 лет. Займы предоставляем до 300 тысяч рублей под поручительство физического либо юридического лица. Займы свыше 300 тысяч рублей до 3 миллионов под залог ликвидного имущества. Процентные ставки у нас варьируются от 8% до 12% в зависимости от цели микрозайма. На инвестиционные цели мы можем предложить предпринимателю 8% на год, 9% на 2 года и 10% на 3 года. Это самые низкие ставки для предпринимателя. Вы уже зарегистрировались как субъект малого и среднего бизнеса? Нет, я еще не зарегистрировался. По условиям предоставления микрозаймов, вы должны быть зарегистрированы не менее 3 месяцев. На сегодняшнем этапе вам нужно подготовить пакет документов, соответственно, для регистрации, какую-то базу подготовить для начала своей предпринимательской деятельности, заключить договоры, намерения со своими поставщиками, подготовить бизнес-проект по вашей деятельности. И после этого, после того, как вы зарегистрируетесь, вы можете обратиться в нашу организацию и получить микрозайм. Бизнес-план вы можете как самостоятельно составить, так и обратиться в бизнес-инкубатор, который находится в Центре поддержки предпринимательства Шонди, и пройти обучение по составлению бизнес-плана. Андрей, заходи. Здесь Центр инноваций социальной сферы. Здесь Центр, который занимается социальными предпринимателями. Это те, кто реализует свои проекты в сфере дополнительного образования детей, культуры, культурного наследия, сферы экологии и так далее, в сфере спорта. Если ты захочешь фитнес-центр открыть, то как раз Центр инноваций социальной сферы тебе будет помогать и проводить консультации, и акселерационная программа. У них тут есть мероприятия и семинары, и другие мероприятия, которые направлены для развития данных предпринимателей. Андрей, после экскурсии по Центру поддержки предпринимательства вы укрепились в своем желании стать бизнесменом? Да, оказалось, не все так сложно. Это хорошо. Инна Геннадьевна, а вообще, насколько часто приходится помогать начинающим таким бизнесменам, насколько вообще эффективна ваша помощь? Ну, эффективна наша помощь с этого года, она стала в разы эффективнее, да, так как инфраструктура сосредоточена все в одном месте, и предпринимателю не надо бегать по всему городу, чтобы узнать о тех или иных услугах, да, у него складывается уже картина той идеи, которую он планирует реализовать. Поэтому обращается к нам очень много предпринимателей, особенно молодых, которые мы как раз и говорим о том, что сначала давайте пройдем обучение, а потом мы им показываем уже в формате обучения о тех мерах поддержки, которые сегодня существуют. В принципе, для старта достаточно, да, и уже вот многие через 2-3 года уже такие твердо стоящие на ногах предприниматели у нас уже есть. Нина Геннадьевна, вам я желаю активных предпринимателей с хорошими идеями. Андрей, я вам желаю осуществить свою мечту. Спасибо. Эти активы доступны не только жителям Сыктывкара. Во-первых, Шонды есть в интернете. Во-вторых, Шонды мобилен. Центр поддержки предпринимательства открыл точки консультирования для жителей разных районов республики. 19 октября летучий десант специалистов от бизнеса высадился в селе Обьячево Прилузского района. Только значимая и актуальная информация, что называется, из первых уст. И по самым горячим темам. Предприниматели не все знают о той или иной мере поддержки государственной, ту, которую, например, и я ввиду, да, несу, в виде выдачи поручителей, да, в части получения финансовой поддержки со стороны банков. Вот, иной поддержки микроэкзаймов получения. Также мы ведем консультации от центра поддержки предпринимательства Шонды по бухгалтерским вопросам, налоговым вопросам. То есть есть определенные нюансы, есть вопросы предпринимателей, да, чтобы они, во-первых, и узнали, и воспользовались, да, будучи, имея ту или иную потребность. Плюс такой выездной точки консультирования не только в концентрации мега-полезной информации. Это возможность индивидуальной беседы. У Антона и Романа Леоновых семейный бизнес. Братья занимаются переработкой древесины. После консультации Леоновы вынесли вердикт – это было полезно. Новая информация открывает им новые возможности, в первую очередь финансовые. Бывают такие ситуации, когда банк не всегда идет к тебе навстречу, и тогда ты должен кого-то попросить помочь тебе в лице, к примеру, гарантийного фонда «Исплурия Коми». Планы большие. Надежда все-таки именно как на банк, так и на эту организацию, которая предлагает свою помощь. Свои предложения у региональной микрокредитной компании. С ее финансовой помощью десяткам предпринимателей уже удалось выйти на новый этап развития бизнеса. Стараемся поддержать, максимально поддержать предпринимателя. Мы для этого и созданы. Рассматриваются у нас заявки очень лояльно и быстро. До 20 рабочих дней идет процесс от подачи полного комплекта документов до выдачи займа. Точки консультирования от центра Шонды регулярно открываются в самых разных уголках региона. Отдаленных в том числе. Чтобы помогать тем, кто доказывает, бизнес возможен. Не откладывайте мечту на потом. Лучше попробовать, чем жалеть о несделанном. Это был проект «Такой большой малый бизнес». До встречи в ноябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова